МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите общественно-политическую программу Акценты. И студия программы вас приветствует Виталий Дерябин. Как всегда, мы акцентируем ваше внимание на тех событиях, которые требуют более детального рассмотрения. Юмс, как много в этом звуке. Много обещаний заводских начальников о том, что кризис вот-вот должен закончиться. Много сообщений о том, что простое предприятие, начавшееся в августе прошлого года, продлевается на очередной срок. Много репортажей областных ворских СМИ о ситуации на заводе. Но больше всего эмоций работников предприятия, которые 8 месяцев имели весьма смутное представление о том, что на самом деле происходит, и о своем профессиональном будущем тоже. На этой неделе определенности стало намного больше. Произошло это после встречи коллектива завода с временно исполняющим обязанности губернатора Денисом Паслером. Он, как известно, включился в решение проблем Юмза сразу после назначения на этот пост. Итогом его усилий стала помощь ордским машиностроителям со стороны екатеринбургских коллег. Руку этой помощи протягивает Уралмашзавод, признанный флагман российского тяжмаша, объявивший о решении разместить часть своих заказов на площадях Юмза. При этом прояснилась и другая ситуация. Почему предприятие, которое еще три года назад довольно успешно держалось на плаву и даже показывало прибыль по итогам работы, затем внезапно впало в ступор и накопило кучу долгов? Выяснилось, что прежние собственники завода вывели из его оборота миллиарда рублей. Каким образом, куда и можно ли вернуть хотя бы часть из них, ответы на эти вопросы будут искать правоохранительные органы. Искать при помощи нового старого директора. Полтора месяца назад Юмс вновь возглавил Александр Сарбаш, который уже стоял у руля предприятия в 2015-м, сразу же после приобретения предприятия Реэлтрансхолдингом, управляющей компанией, которая имеет машиностроительные активы и вагонные депо по всей стране. Результатом этого управления стал общий долг в 5,5 миллиардов, вернуть который совершенно нереально. И потому Юмс пройдет через банкротство. Другого выхода просто нет. А вот вернуть долги по зарплате заводчанам, которые во время простоя существенно уменьшились числом, ушло по собственному желанию порядка 700 человек, можно. Это сейчас является задачей номер один. Вместе с поэтапным восстановлением производства. Анна и Евгений Сидоровы, сотрудники Армета Юмсу, оба супруга трудились на предприятии несколько лет. Проблемы производства стали для их семьи настоящим ударом. Трое детей оказались практически без средств к существованию. Работали здесь на предприятии, сократились. Сократились с таким условием, что нас рассчитают через три дня. Хотя по трудовому кодексу должны через день рассчитаться. В день в день. В день уволили, в день рассчитали. Уволились мы 20 февраля с завода. На сегодняшний день расчетов никаких нет. Живем детские, какие платят на них, родители помогают. Где подработки, где 200-300 рублей заработать, хоть на хлеб, на молоко детям. Обещанных выплат ждут и другие сотрудники предприятия. Часть из них продолжает трудиться на заводе. Большинство людей отправлены в отпуск. Им обязаны выплачивать две трети от заработной платы. Но с каждым месяцом задолженность перед арчанами только растет. Производственные цеха машиностроительного концерна остановились 12 сентября прошлого года. Именно в этот день было объявлено простое предприятие. На данный момент сотрудники завода вот уже 8 месяцев находятся в вынужденном отпуске из 3000 сотрудников. На работу постоянно выходят меньше 600 человек. Долг по заработной плате за январь и февраль будет погашен. Об этом заявляет Денис Паслер во время встречи с коллективом предприятия. По словам в Рио губернатора, в ближайшее время средства поступят на счета заводчан. Люди, которые обещали, подтвердили, деньги пришли. Я думаю, что сегодня, даже сегодня начнутся транзакции. Сегодня-завтра вы получите эти деньги средства. О будущей судьбе машиностроительного концерна за круглым столом. Правоохранители, руководство предприятий и сами рабочие. Александр Сарбаш, генеральный директор предприятия, уверяет, 9 апреля подписан договор. Вместе с Уралмашзаводом они приступят к выпуску новой продукции. Я думаю, что контракт реальный. И уверен, что при нашем участии люди здесь есть, кто может сопровождать и делать этот контракт. Но это будет как и новый контракт для того, чтобы завод заработал. Запуск завода должен проходить поэтапно. Об этом говорит в Рио губернатор. Еще один важный вопрос. Долги предприятия больше 5 миллиардов рублей. Денис Паслер проучает Следственному комитету проверить, как и куда уходили средства со счетов завода. По словам главы региона, именно вывод средств и привел концерн к банкротству. Встреча с работниками Армета Юмс продолжалась около часа. По ее итогам в зале раздались аплодисменты. Уже после сотрудники концерна признались. У коллектива появилась надежда, что предприятие вновь начнет работать. Все хотят. Не только я. Все хотят. У всех надежда есть. 20 апреля сотрудники завода должны выйти на митинг. Но после визита в Рио губернатора Ворск, возможно, акция протеста будет отменена. Стало лучше, чем было. Областная федерация профсоюзов по итогам Орской встречи говорит о том, что теперь ситуация не выглядит совсем уж безнадежной. Во всяком случае, часть коллектива Юмза работой будет обеспечена точно. Другой вопрос, какая именно часть. С учетом даже уволившихся по собственному желанию, в штате завода продолжает оставаться порядка двух тысяч человек. Дать работу всем сразу – это значит запустить завод полностью. На встрече с коллективом Денис Паслер честно и открыто заявил, в нынешних реалиях это невозможно. И даже если теоретически предположить такой вариант развития событий, то все повторится вновь. Убытки, новые долги и в итоге повторная остановка производства. Истоки нынешних проблем, которого по настоянию в Рио губернатора Следственный комитет будет искать в событиях и документах четырехлетней давности, когда, еще раз напомним, у руля Юмза стоял тот же гендиректор, что стоит сегодня. У профсоюзных лидеров тоже есть вопросы в этой связи. Открылась программа по импорту, замещению. Как бы сложно там не было получать федеральную поддержку, но порядка до 300 миллионов рублей. Ведь Юмс в этот период, как раз когда работал Александр Иванович генеральным директором, получил эту поддержку. Сегодня стоит вопрос также у органов прокуратуры, куда эти деньги пошли, соответственно, целевым они образом были, нецелевым. То есть, насколько у нас информация просто этими деньгами затыкалась на дыры, в том числе по заработной плате. Итак, еще раз и по порядку. Выплата всех долгов по зарплате, в том числе и тем работникам, кто давно уволился. Поэтапный запуск производства на основании заказов Уралмаша с одновременным прохождением процедуры банкротства. Поиск и попытка возвращения денег, которые в течение трех лет выводились со счетов предприятия. Вот перечень первоочередных задач применительно к Юмсу. В случае их решения ситуация в том или ином виде должна стабилизироваться, и Оренбуржья не лишится производственной единицы и довольно крупного налогоплательщика. Который еще впишет свои данные в графу итоги промышленного производства. Они в прошлом году заметно подросли, это повлияло и на многие другие показатели социально-экономического развития региона. Эти показатели являются основой традиционного ежегодного отчета областного правительства перед законодательным собранием. В прежние годы отчет всегда держал губернатор. На сей раз от этой традиции отступили по известной причине. Денис Паслер в должности всего месяц к прошлогодним событиям и процессам, происходившим в Оренбуржье, он отношений не имел. Потому с докладом выступил исполняющий обязанности первого зампреда областного правительства Сергей Балыкин. По ходу выступления ответы на вопросы партийных фракций, затем комментарии отчета их лидерами. Расклад вполне традиционный. Оппозиция в полном составе работы у регионального кабинета министров не поддерживает на ее голоса, как обычно теряются на фоне солидарного голосования парламентского большинства. Оренбуржье по итогам прошлого года держится в середине общего списка российских регионов. Промышленность нашей области прирастала темпами выше средних, что позволило ей развиваться и привлекать инвестиции. Индекс промышленного производства вырос на 4,1%. По этому показателю мы выше среднего российского уровня, заняли 35 место по стране, 4 место по Привовскому федеральному округу. А вот сельское хозяйство наоборот просело. На фоне отличного урожая 2017 года прошлогодний выглядит неубедительно. И причина тому не только летняя засуха. Во многих хозяйствах остается примитивной культура земледелия. Без удобрений, продуманного севооборота и ставкой на яровые культуры. Поголовье крупного рогатого скота продолжает падать. Животноводство у аграриев по-прежнему не в почете. Оппозиция, заявляя о недостаточной господдержке сельхозотрасли, возвращается к ситуации в промышленности. Да, одни предприятия в зоне роста, но другие в затяжном кризисе. Реального производства, дающие рабочие места, собственную продукцию и уверенность в будущем практически не осталось. Последний из магикан областной промышленности тяжелого машиностроения, Орский ЮМЗ, находится в состоянии банкротства. Банкротится один из приоритетных проектов правительства, Светлинский ферроник и левизавод. Банкрот – Тюльганский угольный разрез. Что касается деятельности правительства Оренбургской области по повышению инвестиционной привлекательности, то в отчете приводятся общие показатели, которые не проясняют картину происходящего. Оценку необходимо давать в разрезе эффективности и объема роста. Роста заработных плат, рабочих мест, роста валово-регионального продукта. Много критики и в адрес социальной сферы, в частности здравоохранения. Из отчета правительства следует, что в области стартовал проект создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. И главным результатом стало увеличение времени общения врача с пациентом. Если это главное, мне очень стыдно. Между тем, расходы бюджета по этой статье в прошлом году составили почти 40% от всех осуществленных. О нехватку кадров, в первую очередь в глубинке, правительство давно признает главной проблемой. Ставка делается на три уровня медицинской помощи. Первичная, самая востребованная, при этом может быть передвижной. У нас есть центры, которые высокотехнологичную осуществляют помощь. Есть районные больницы, которые должны диагностировать, в первую очередь отправлять туда. И, конечно же, должны быть на местах. В этом году, я думаю, что мы закупим три комплексных центра. И они будут разрешать по всем. То есть делать диагностика, делать диспансеризацию населения. Проблема оттока населения из Оренбуржья также поднималась в отчете правительства и в депутатских выступлениях. Стратегически ее называют и в Рио губернатора. Законодатели готовы поддержать исполнительную власть, предлагая бюджетными средствами повышать качество жизни оренбуржцев и помогать тем, кто не может найти работу самостоятельно. Если я, условно, какой-то очень редкий профессий металлорг, и сегодня в моем предприятии перестало работать, но если быстро меня поможет и за счет государства меня переквалифицирует и сделает из меня, условно, наладчика другой какой-то там станковщик, или электронной техники, и у меня это интересно, зачем я куда-то поеду. Несмотря на жесткость риторики, есть факт, вызвавший положительную реакцию всех депутатов, вне зависимости от партийной принадлежности. В этот раз с правительственным отчетом они могли ознакомиться заранее. Прежде такой возможности не было. Содержание доклада им было неизвестно вплоть до губернаторского выступления на пленарном заседании. Впрочем, как уже отмечена, оппозиция и на этот раз была верна себе, отрицая отчет, несмотря на положительные социально-экономические тенденции и рекордное наполнение бюджета. Из столь же ожидаемой цифры итогового голосования 13 голосов против, но 30 за. Отчет к сведению принят. К сведению всех жителей областного центра, Оренбург обретет пешеходно-прогулочную зону протяженностью почти в 5 километров. Это планы не какого-то отдаленного будущего, а ближайшие трехлетние перспективы. Проспект Гагарина, переходящий в улицу Чкалова, одна из основных въездных магистралей Оренбурга. В прошлом и позапрошлом году их проезжая часть прошла полный капремонт по программе «Безопасные и качественные дороги» и теперь соответствует статусу. А вот пейзаж по сторонам от дороги неоднороден. Присутствуют в нем и яркие краски газонов и цветников, есть и те участки, которые явно требуют приложения рук. Один из них по проспекту Гагарина находится в промежутке между улицами Восточной и Алтайской. Желтые двухэтажки на Гагарина расселены и ждут своей очереди на снос. Принципиальный вопрос, что появится взамен. Местные жители категорически против каменных джунглей. Будет лучше здесь пешеходная зона отдыха, чем застройка многоэтажек. Потому что людям ходить, гулять где-то удобнее, наверное, будет. И все-таки у нас какая-то экология с этими выбросами газа. Пусть деревьев будет больше. Больше деревьев, тротуаров, велосипедных дорожек, скамеек, фонтанов и прочих малых архитектурных форм. Но пока что окрестный пейзаж далек от романтического. Пока что данная местность к прогулкам совершенно не располагает. Вся территория завалена битым кирпичом, обломками досок. Вот какая-то старая мебель, которая, видимо, осталась от постояльцев этих домов. Но вскоре, к середине лета, здесь все должно быть расчищено, для того, чтобы в дальнейшем организовать здесь по-настоящему пешеходно-прогулочную зону. В июле от нынешнего беспорядка не должно остаться и следа, а должно остаться ровное место – основа будущего благоустройства, которого живущие поблизости ждут давно. С одним пожеланием – чтобы укромные уголки не притягивали сомнительные компании. Парк пускай будет. Для детей что-то сделано. Или, в общем, как говорится, только чтобы вот этих пятийных заведений здесь не было. Самое главное – на каждом квадратном метре больше, чем надо. Я бы к этому не заслала, что, конечно, с ребенком гулять, во-первых, хорошо. Я – за. За полное преображение двух магистралей – проспекта Гагарина и улицы Чкалова – ратует в Рио губернатора. Начав с парка, Денис Паслер предлагает продолжать и создать единое пешеходное пространство от памятника Гагарину до перекрестка с улицей маршала Жукова, по правой стороне, если смотреть с востока на запад. Этот шаг напрашивался давно. Перемен ждали все оренбуржцы. Прогуливаясь по проспекту Гагарина, по Чкалова, мы прекрасно понимаем, что реконструкция в любом случае уже давным-давно необходима. Любые моменты, которые приводят к преображению благоустройства города, они не могут по-другому восприниматься, только позитивно. Задача этого года – разработка проекта и дизайн макета. Так что после окончания реконструкции набережной Урала областной центр ждет еще один масштабный проект. Дмитрий Владимирович, вновь Оренбург оказывается в центре внимания, исполняющего обязанности губернатора. И вновь речь идет о таких стратегических планах по его преображению. Пешеходно-прогулочная зона по проспекту Гагарина и дальше по улице Чкалова. Как возникла эта идея, у кого она возникла? И, собственно говоря, за счет каких средств она будет притворяться в жизни? То, что касается пешеходной зоны, то эта идея принадлежит Денису Владимировичу. Просто знакомясь с городом и пешком прогуливаясь по городу, высказал предложение, которое давно что называется «Витало и у горожан». Это сделать одну из сторон Гагарина и Чкалова, начиная от памятника Юрию Алексеевичу Гагарину. Действительно, не просто пешеходной зоны, там и так тротуары есть. Но это такой рабочий, не очень интересный, скучный тротуар. А сделать это действительно некой такой вот бульварной улицей. То есть сделать хорошее гранитное пешеходное пространство, сделать лавочки для отдыха, сделать велосипедную дорожку, сделать хорошее освещение в виде таких красивых декоративных фонарей, разбить там цветники, поставить декоративные клумбы, расширить это пространство, то есть практически от домов до проезжей части сделать вот такую бульварную зону. Безусловно, мы будем ориентироваться и на возможности бюджета города Оренбурга. Мы рассчитываем на условия муниципально-частного партнерства привлекать бизнес для участия в этом проекте. Ну и, безусловно, уверены в поддержке правительства Оренбургской области и областного бюджета, потому что все предложения руководителей региона, они обязательно сопровождаются финансовой поддержкой из областного бюджета, чтобы был вклад и муниципалитета, и бизнеса, и правительства Оренбургской области. И все-таки какие, может быть, есть уже предварительные идеи, наметки, что именно будет в этой пешеходно-прогулочной зоне, из чего она будет состоять, из каких элементов? Уже одному из руководителей строительных организаций поручено подготовить проект пешеходной зоне. То есть пока это будет эскиз, пока это будет разработка, обсчет, сколько это будет стоить в денежном выражении. Но самое главное, задумка позволит действительно сделать вот это место местом отдыха. Мы хотели бы наполнить это бульварное пространство малыми архитектурными формами, чтобы могли детишки покататься немножко на качелях, чтобы взрослые могли в тени укрыться, в беседочке почитать книгу. Ну, сейчас, понятно, в основном молодежь время проводит в гаджетах, в компьютерах, в смартфонах, чтобы была зона свободного вай-фая, чтобы можно было, так сказать, предаться своему любимому делу, посидеть в виртуальном пространстве. Поэтому задумки самые разные. И еще один такой вопрос, Дмитрий Владимирович, на последнем заседании Оренбургского горсовета было принято решение о существенном увеличении бюджета текущего года. Я, если не ошибаюсь, речь идет примерно о полутора миллиардах рублей. Что это за деньги, откуда они пришли и на какие цели будут потрачены? Это поддержка на приобретение строящихся детских садов. То есть сейчас их строит, соответственно, застройщик, подрядчик. А потом мы их будем выкупать в муниципальную собственность. Это деньги, которые идут из областного бюджета. Это средства, которые пойдут на приобретение поливомочной техники, которой так не хватает в летний период нашему городу. И здесь тоже Денис Владимирович держит свое слово. Он с первого дня, когда посмотрел, узнал, сколько раз поливаются улицы города. Говорит, ну-ка давайте посмотрим, чтобы улицы были чище и свежее, особенно в летний период. Поэтому это деньги из областного бюджета. Плюс средства, которые предусматриваются в нашем бюджете за счет дополнительных доходов. Приятно сказать, что первый квартал мы завершили с увеличенным поступлением средств в доходную часть бюджета. И, соответственно, эти деньги были перераспределены на строительство дорог, на проведение проектов, осуществление проектирования четвертого этапа набережной. В этом году у нас третий этап. Но по предложению Дениса Владимировича, мы идем уже на четвертый этап в этом году, не дожидаясь 2020 года. Появилась лишняя копеечка, она тут же пошла в дело. Еще раз отметим, что идею о большой прогулочной, пешеходной и велосипедной зоне генерировал в Рио губернатор, который продолжает знакомиться с областным центром, изучая его инфраструктуру. В том числе и транспортную. В прошлую субботу Денис Паслер посетил муниципальное предприятие, которое специализируется на пассажирских перевозках. Встретился и довольно обстоятельно поговорил с водителями автобусов. По итогам этой беседы сделал вывод о недостаточной загрузке автопарка, необходимости продолжать его обновление и низком уровне зарплат работников муниципального транспорта. Заявил, что его ждут большие перемены. В ближайшее время планируется перевести все автобусы и троллейбусы, принадлежащие городу, на безналичный расчет и обслуживание без кондукторов. В Рио губернатора предложил руководству предприятия разработать концепцию по привлечению дополнительных средств, чтобы вывезти муниципальный транспорт из убытков в зону прибыльности и рассчитаться по имеющимся долгам. Денис Паслер ждет также предложений, касающихся обновления парка. Отдельно он обратил внимание на необходимость приобретения низкопольных автобусов для удобства пользования ими пассажиров-инвалидов. Все свои соображения транспортники должны представить в течение месяца. Маэстро Мацуев вновь в Оренбурге. На неделе прошли его очередные оренбургские сезоны, уже девятые по счету, предваряло которое одно не вполне традиционное событие. Не музыка единой. Перед тем, как надеть классический фраг и сесть к роялю, знаменитый пианист облачился совсем в другую форму – форму футбольного игрока. И капитана сборной команды артистов, которая бросила вызов областному правительству. Вызов был принят под руководством своего капитана, в Рио губернатора Дениса Паслера. Правительственная сборная уверенно вышла на этот товарищеский матч. Обычно в таких случаях комментаторы говорят – результат имеет второстепенное значение, итоговый счет на табло ничейный, победила дружбы. Однако наш спортивный обозреватель Анатолий Юденич стал свидетелем совсем другого футбола. Такие импровизированные встречи очень часто хорошо удаются. Приехавший на свои оренбургские сезоны страстный поклонник футбола Денис Мацуев с удовольствием соглашается принять участие в товарищеском матче, только при условии, что он будет проходить в помещении, ибо вечером концерт. Оперативно организуются две команды – областного правительства и представители культурного блока. Быстро присваиваются названия – специалисты против артистов. Краткие приветственные слова – и игра начинается. Инициатива сразу за более сыгранной правительственной командой, которая к перерыву уверенно ведет 3-0. Договорников в Оренбурге невозможно. Как мы видим по вашей команде, которая играет в премьер-лиге, которая выиграла в бесстрашном бою с ЦСКА, то же самое и сегодня. Несмотря на то, что артисты, музыканты никого это не волнуют. У нас бескомпромиссный матч. Отдыхалочка уже немножко подводит, но ничего, еще второй тайм впереди, мы им еще покажем. Сказано – сделано. После перерыва артисты явно активизируются и сравнивают счет. Дело вроде бы идет к традиционной в таких случаях товарищеской ничьей. Но, как сказано раньше, никаких договорников. Буквально на последних секундах команда правительства забивает решающий мяч и вырывает победу 4-3. Статистика капитанов команд. У паслера – голевая передача, у Мацуева – гол плюс пас. Любой спорт, а особенно командные виды спорта, когда ты можешь проявить командную игру и показать совместный результат, это всегда важно, интересно и показательно. Участники матча получают незабываемые впечатления. А зрелищная напряженная игра становится своеобразным преддверием оренбургских сезонов Дениса Мацуева. Рояль и не в кустах, а там, где ему положено быть – на сцене. В Оренбурге таких сцен уже два десятка. Большинство из них в глубинке – во дворцах культуры, райцентров и малых городов. Так называемое «рояльное движение», инициированное несколько лет назад, продолжается. Его подвижником является Денис Мацуев, который, каждый раз приезжая в нашу область, презентует по нескольку новых музыкальных инструментов. Презентует, исполняя на них произведения своего репертуара. При этом на одной сцене с мэтром показывает свое умение и начинающие музыканты из числа юных дарований. В этом году народный артист России выступал в Шарлыгском, Переволодском и Акбулакском районах. Во дворце культуры Шарлыгского района «Аншлаг» мастер-класс для воспитанников детских школ искусств дает маэстро Денис Мацуев. В этот день начинающие музыканты могли не только оценить мастерство владения инструментом народного артиста, но и продемонстрировать ему свои умения. На новом рояле играют те юные дарования, которые прошли предварительный конкурсный отбор. Мы имеем возможность вместе с этим замечательным человеком и, конечно же, величайшим маэстро здесь быть вместе с вами и дать возможность, чтобы тот фонд «Новые имена» увидел наших детей, разглядел в них талант, талант, таланты и дал путевку в жизнь. Шарлыгский, а вместе с ним Переволодский и Акбулакский районы присоединились к рояльному движению. Акция длится уже шесть лет. За это время в учреждениях культуры нашего региона появилось более 20 новых высококлассных инструментов. Они используются во время концертов, на них оттачивают технику игры учащейся музыкальных школ. По традиции центральный концерт в рамках Оренбургских сезонов Дениса Мацуева прошел в областной филармонии. На этот раз оренбургцев ждал двойной музыкальный праздник. На одной сцене с маэстро в минувший понедельник выступил легендарный симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского. О мелодиях того вечера в материале моей коллеги Елены Ереминой. В исполнении Дениса Мацуева произведение Иоганна Сабрамса. Зал замирает с первых минут выступления. Ведь на сцене с маэстро один из лучших коллективов мира. Впервые в Оренбурге большой симфонический оркестр имени Чайковского. За держорским пультом Владимир Федосеев. Еще перед началом концерта Денис Мацуев признается. Каждый выход на сцену с народным артистом СССР – это не только профессиональное удовольствие, но и огромная ответственность. Где бы я ни играл, с кем бы я ни играл. Конечно, с Владимиром Ивановичем у меня связан целый пласт моей жизни, потому что мы играем больше 20 лет. После конкурса Чайковского я с ним познакомился, и мы объездили полмира. Это гуру, это наш патриарх, это удивительная личность. Во второй части концерта – четвертая симфония ми-минор Иоганна Сабрамса. Это последнее произведение немецкого композитора. Одно из сложнейших в мировой классике. Оркестр играет практически без репетиции. Музыканты такого уровня – это всегда особое удовольствие для зрителей. Если зал полон, если у людей интерес есть, если заранее раскупаются билеты, значит, проект востребован, значит, это нужна аудитория, которая любит классическую академическую музыку, симфоническую музыку. Поэтому 9 лет говорят сами за себя. Настоящее объединение разных поколений. В этот вечер выступали и юные артисты. На сцене уникальная молодая пианистка Александра Довгань. Победительница конкурсов «Синяя птица», «Щелкунщик» и многих других. Это мощно, это по-сибирски, это феерично. Для меня это новые впечатления, для меня это… я учусь чему-то новому. У людей есть необходимость слышать такую высокую музыку, которая смысл какой-то придает, какой-то делает нас, скажем так, более человечными. Знакомились с прекрасным в этот вечер не только жители областного центра. Онлайн-трансляции прошли в 12 муниципальных образованиях региона. Оренбургские сезоны Дениса Мацуева становятся все более доступными благодаря национальным программам. Кубок Европы в руках наших спортсменок. Этот факт зафиксировали две сотни болельщиков, которые в ночь с понедельника на вторник приехали в аэропорт, чтобы встретить вернувшихся с победой баскетболисток Оренбургской надежды. Очень теплый прием действительно произвел впечатление на настоящих героинь европейской кампании. В год 25-летия Оренбургской баскетбольной команды Кубок Европы стал лучшим подарком, который будет находиться в клубном музее. Перед входом в аэропорт болельщики установили динамики, организовали коридор, приготовили цветы и фейерверки. И вот наконец появились главные героини – баскетболистки, несущие Кубок Европы, венец долгого тернистого пути к успеху. Первый супертрофей к юбилею Оренбургского клуба. После игры в отеле мы такие кушаем, мы такие, я говорю, девочки, мы чемпионы, все-таки, ага, просто столько эмоций, столько всего, это очень нереально. Так что он здесь, да. После исторической победы во Франции, когда Кубок уже в руках, можно выдохнуть и немного расслабиться. Цель достигнута. Мы просто чувствуем за собой громадную поддержку наших болельщиков, поэтому эта победа общая. И хочу ей поделиться со всеми нами. Одержали мы ее все вместе. Далее чествование продолжилось на аудиенции у временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Баскетболистки сменили спортивную форму на нарядный гардероб. Вручались цветы и ценные подарки. Состоялась фотосессия. Конечно же, это для нас, для региона, для всех жителей огромная честь и большая победа. Позади сверхинтенсивный график игр. Причем все как одна, важнейшие и напряженные. В четвертьфинале дважды и дома, и в гостях обыграли чемпионы Испании. Та же картина в полуфинале с чемпионом Италии. И в финале, после домашнего поражения, показали в Монпелье безошибочную, отлаженную игру. Баскетбол высшего уровня. У нас очень хорошая команда. Я счастлив и горд, что являюсь ее частью. Я не знаю, где игроки берут энергию и выигрывают у сильнейших соперников. Мы все вместе сделали это. Выиграли кубок. Сейчас Надежда переживает очень важный момент. Нужно хорошо закончить сезон. О будущем будем разговаривать после. В сезоне осталась серия матчей за бронзу чемпионата России. Нет нужды объяснять, что нас устроит только победа. Такие акценты мы расставили для вас на этой неделе. До встречи в следующую субботу. И всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова